Пасхи 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 Действительно убираться на Пасху, конечно, не надо. И более того, в дни предшествующей Пасхи тоже нежелательно бы убираться. Потому что, например, Чистый Четверг, он в народе называется Чистый, но на самом деле он ведет нас к Пасхе. То есть в этот Великий Четверг происходят важнейшие богослужения Страстной Седмицы. То есть воспоминания Тайной Вечери, воспоминания предательства Иуды, распятия Спасителя на кресте. Читаются 12 Страстных Евангелий. Поэтому Чистый он именно в том смысле, что с чистой душой нужно подойти к Богу, а не в том смысле, что нужно убираться дома. Отец Дмитрий, почему у нас сложилась такая традиция именно красить яйца и ставить на стол пасхальный кулич? Вот мертвое яйцо, и из этого мертвого яйца, которое внешне совершенно неподвижное, затем вылупляется цыпленочек, то есть происходит жизнь. И поэтому яйцо – это символ, символ мертвого, которое воскресло. И вот в знак этого символа ставятся пасхальные яйца. Господь в Евангелии много раз уподобляет себя хлебу, хлебу жизни, который раздается всем верующим. И кулич – это тоже некий символ, символ вот этого хлеба, хлеба жизни Господа нашего. Нужно ли приходить накануне в храм и освящать куличи и яйца, например? Освящение яиц и куличей происходит в Великую Субботу. Дело в том, что богослужение в Великую Субботу устроено так, что вторая часть этого богослужения, она является непосредственно пасхальной частью богослужения. То есть там читается уже пасхальная Евангелие, происходит переоблачение священников в белые одежды. И поэтому мы таким духовными очами потихонечку уже наблюдаем наступление Пасхи Христовой. Поэтому именно в этот день принято немножко заранее освящать куличи, яйца по православной традиции. Во всех ли храмах и церквях химок проходят богослужения? И везде ли могут химчане присоединиться к этому празднику? В химках богослужения проходят обязательно в каждом храме. Пасхальное богослужение является самым важным богослужением среди всего года церковного. Поэтому, конечно, в каждом храме в нашем городском округе проходят эти богослужения. Причем в каждом ночью, как правило. Самое важное богослужение ночное происходит ночью. Имеет ли значение, постился ли человек? И с какими мыслями нужно входить в этот светлый праздник? Эти вопросы в конце беседы мы задали отцу Дмитрию. Наверное, с мыслями о том, что это главный день в году. С добром, с осознанием того, что это праздник для всех. И для тех, кто постился и кто не постился. В этот день, наверное, принято поздравлять своих родных и близких. То есть уделить вот это время, этот день, эти сутки своей семье, родным, близким. Кроме богослужения. КОНЕЦ